здравствуйте сегодняшняя тема ой даже не знаю как сказать сначала поздоровай с телезрителями афонтова потом с подписчиками моего канала на ютюбе голова садовая а вот теперь наша тема все что вы купили на ярмарке это цветы с открытой корневой системы в частности флоксы лилии которые цветущие и тоже с открытой корневой системой это конечно деревья это кустарники ну что же с ними делать когда вы еще не определились даже куда же вы это посадите я предлагаю вам очень хороший вариант вот это флокс видите какой красавец и вы на рынке выбирая себе растения вы должны видеть не только красоту его а этот сорт называется нежность но еще и его корневую систему насколько она оборвана я конечно выкопала это у себя но на рынке это выглядит более беспощадно то есть корни могут быть совсем плачевном состоянии а вы еще не знаете куда его посадить или хотя бы присадить предлагаю вам такой вариант оставим флокс покоя берем полиэтиленовый пакет желательно такой знаете в которой сахар фасует он поплотнее немножко и делаем отверстие убираем вот так уголки ножницы у меня конечно исторические уже скажем честно убираем уголки для чего это делается чтобы при попадании влаги все-таки растение не пострадало и там не получилось гниение корневой системы ну вот так поскладывали и вырезали дырки но это делаем на дне нам не надо чтобы здесь были и лишней влаги не надо и корневая система в этом пакете она будет восстанавливаться и когда вы весной это все выкопаете я все покажу как сделать пошагово у вас корни все будут вот здесь в пакетике и при пересадке вы ничего растению не пораните ну начинаем значит отправляем наше растение в этот пакет ну это немножечко сложно потому что здесь корневая система ух какая но тем не менее он туда войдет без проблем для того чтобы вот видите здесь есть пустоты надо бы развернуть его немножко сейчас мы попробуем это сделать да он вот такой вот вырос нарастил себе корней молодец а теперь совочкам посмотрите совочкам надо досыпать почвы неважно какая она питательная не питательная для флокса в принципе все равно так во все уголки добавляем почвы так чтобы у нас все все было занято и сверху насыпем почвы и сейчас покажу почему вот обратите внимание стебель у флокса уже одревеснел у него есть такие узелки видите это бывшие листья но если мы их засыпем почвой вот так отсюда разовьются новые стебли и ваш одинокий флоксик будет огромным кустом на следующий год это вообще-то в прошлом году черенкованный флокс вот из черенка выросла такая красота черенковать тоже научу но уже весной или зимой значит досыпаем почвы так чтобы у нас и верхняя часть стебля была прикрыта от сорняки тут нам не к чему конечно но это должно выглядеть вот так 2 2 3 междоузлия все-таки засыпем так все хорошо от огнем пакетик вот так и теперь готовим лунку что такое лунка для флокса тоже несколько особенная посадка все почему-то привыкли что все цветы надо высаживать ну так на уровне там сантиметров 15 с флоксом этот номер не пройдет его глубина посадки вот практически 30 сантиметров 30 сантиметров это хорошие штык лопаты очень хороший смотрите ну некуда нам посадить ну нету места ну совсем вот проблема а весной когда вы определитесь уже с местом и луночка будет там где вам красиво вот тогда то вы его безболезненно перекатите как принято говорить у профессионалов ставим туда пакет но в идеальном варианте в идеальном нужно не так его поставить а наклонить его головой на юг вот так вот в этом состоянии флокс не только восстановит корневую систему он просто залечит все оборванное вот все абсолютно и выпустит очень много побегов когда весной вы же осенью его срежете причем при посадке желательно бы вот эту цветущую часть отрезать потому что она отягощает вот все что растение хочет сделать отрастить корни там запустить новые побеги цветущая часть это всегда образование семян туда уходит очень много сил поэтому мы положим его чуть-чуть на бочок и конечно засыпем почвой засыпем а вот пока мы не совсем засыпали давайте польем его вот у нас леечка есть с водой много воды ему не нужно там земля влажная но мы польем для очистки совести ну вот так вся влага сядет туда вниз корневой системе и с ними с корнями будет все в порядке а теперь засыпаем почвой так чтобы ничего нигде не торчало никаких пакетов видно не было весной вы это спокойно все выкопаете а теперь ножкой а теперь ножкой поливать не обязательно вокруг флокса придавите ножкой вот и все все флокс присажен совершенно спокойно перезимует можете так поступать с любым растением и если это яблоня ну даже если она с закрытой корневой системой в горшке можете закопать сразу горшок но в положении 45 градусов головой на юг вот в этом положении гораздо лучше развивается корневая система можете вытащить его из горшка и отправить в пакет так легче будет справиться ну я не знаю что еще вам предложить но это единственный метод когда все получается на сто процентов обнимаю и целую ваша тетя таня а